Нужно будет уметь сделать макияж и грим практически в полевых условиях. На улице, на полу, на подоконнике, где угодно. Нужно это сделать качественно, хорошо. Разница большая между телевидением и работой в театре. Гриморки другие, другая атмосфера, что там? Такая легкая коррекция. Я не люблю рубить черты лица, делать человека другого человека. Я думала, что вокруг так много крутых визажистов. Но когда я стала больше изучать этот вопрос, Дорогие мужчины, вы должны знать, когда мы без макияжа, он на нас есть. Это значит хороший макияж. Всем привет, это Алла Феров. В эфире программа «Совет» и гость программы Ксения Рябухина. Визажист, стилист. Ксюша, привет. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришла к нам на программу. Уважаемые зрители, мы сегодня будем говорить об этой очень интересной творческой профессии. О людях, которые делают нас красивыми. Правильно говорят, что для зрителя спектакль начинается с вешалки, а для артиста с гримерной. Так и на телевидении все начинается с гримерной. Это люди, которые стоят за кадром, это люди, которые находятся за кулисами. Мы мало их замечаем в суете и подготовке к телевизионным программам, но это люди, без которых мы бы не были теми красивыми, которые мы сегодня здесь. Поэтому, Ксюша, спасибо тебе большое, что согласилась на такую съемку, на такую программу. На самом деле, это первое такое интервью и первая программа об этой профессии. Я тебя представил как визажист-стилист. Ну, естественно, готовясь к программе, я нашел такой сайт, как Fashion Bank. Последний раз там было 3 августа 2019 года. И ты говоришь о себе. Я визажист, стилист, модель, актриса, опыт работы на показах, съемках и многих проектах. Готова к интересным съемкам и любовь к творчеству безгранична. Сегодня уже лето 22-го года. Ты там была в 19-м году. Я что-то не досказала тебе? В принципе, наверное, все верно. Наверное, это я писала. Наверное, да. Вот. Если будет вопрос, сотрудничаю ли я с этим сайтом, то, наверное, уже лет больше, чем с 19-го, нет. Да, когда-то я там была и, наверное, регистрировалась изначально, как я хотела опробовать себя как модель, потому что в возрасте, наверное, лет 17-18, поскольку я высокая. Красивая, роскошная. Скромная. Да. Я и мама меня видела очень, так, в творческой, конечно, всегда профессии. И она вот, мне говорил, Ксень, подиум, съемки. Вот так. То есть сама мама, да? Да. Это больше, наверное, да, как бы ее такое видение. Так. Вот. Поскольку я еще не знала, чем я буду заниматься, я пробовала себя в разной деятельности. Но что-то вот мне как-то было не совсем комфортно история моделинга. И лишние два сантиметра, вот, мне не позволили быть моделью. А, то есть все так строго и серьезно, да? Да, я была очень худой, очень высокой и худой, то есть, в принципе, все параметры, да, я могла бы этим заняться. Но мне было по душе немножечко другое. Но тебя привлекла как раз более творческая, наверное, профессия, да? Чем то, которое, может быть, даже тебе рекомендовала мама. Это все-таки визажист-стилист. Я нашел определение. Подскажи, правильно или нет? Это визажист, это специалист в области макияжа, мастер по созданию образа с помощью косметических средств. Ну и вообще это французское на самом деле определение. Лицо, облик, образ и так далее. Художник по макияжу. То есть ты художник по макияжу? Или нет? Или даешь свое определение, кто такой визажист? Ты знаешь, в теории очень хорошее определение, но я бы дала свое личное определение. Я считаю, что визажист, гример, это человек, прежде всего, не тот, который технически умеет делать хороший макияж и грим. Это прежде всего психолог. Это человек, который может быстренько сориентироваться в любой непонятной ситуации, в экстренной ситуации. Таких очень много. То есть если мы придем на площадку, и не будет света, не будет специального какого-то оборудования, столика, то нужно будет уметь сделать макияж и грим практически в полевых условиях. На улице, на полу, на подоконнике, где угодно. Нужно это сделать качественно, хорошо, опираясь на свой опыт, интуицию. То есть нужно быстро сориентироваться. Приведи пример из своих экстремальных. Были таких в твоих опыте? Да, таких примеров очень-очень много. Много даже? Да, была съемка, где мы снимали клип моей подруги. Она певица, у нее свои проекты. И мы снимали клип, значит, в песках, где нужно было накраситься вот так вот, сидя на песках. Еще дул ветер, попадал песок в лицо. Это где-то в России, да, где-то там? Да, это здесь, но локация очень классная, там все подходящее и красиво. И да, приходилось вот так вот красить, и это было неудобно, естественно, но мы это все сделали. Дальше разные проекты, где однажды мы сотрудничали с Nike, и там нужно было участниц красить на улице в парке Горького. И, соответственно, отсутствие света, ветер до 10-11 вечера, где уже нет света, но километры стрелок были нарисованы. Ого. Да, даже так вот. Много-много таких ситуаций, когда нужно быстренько сориентироваться, прибежать, и там, где нет света, гримерки, вот так вот, не знаю, какой-то вот ящичек, какой-то подоконник. Тебе нравится этот такой добрый, творческий экстрим. Да, это люблю. А вот что касается стилиста, просто мне эти профессии, ну, я не являюсь таким профессионалом, поэтому, уважаемые зрители, я всегда стараюсь детально разобрать определения, чтобы нам с вами стало понятнее. Стилист, специалист в области создания стиля, имиджа человека с помощью прически, парикмахер-стилист, топ-стилист, стилист-визажист, одежды. Ты стилист чего, получается? Смотри, помимо того, что я создаю образ в виде макияжа и прически, также я помогаю сориентироваться в образе, то есть подобрать аксессуары, подобрать, да, то есть даже какие-то самые мелкие детали подобрать. Например, бывают образы, где нужна определенная прическа, то есть нужно подобрать это по стилю, чтобы это было уместно и лаконично, все выглядело достаточно хорошо. То есть я по такому поводу тоже обращаюсь? Поэтому ты визажист-стилист. Нашел отзыв о тебе 14 октября 2021 года. Очень рекомендую Ксению. Сделала мне потрясающий креативный макияж под мероприятие, который собрал тысячи комплиментов. Ксения большой профессионал и приятный в общении мастер. Настоящая находка, так о тебе говорят. О себе, что ты говоришь? Добрый вечер, я бьюти-эксперт. В сфере 8 лет. То есть ты, получается, 8 лет в этой сфере? Больше не могу. Даже уже больше 8 лет, хорошо, около 10. Сотрудничаешь с салонами, работал на показах, съемках и так далее. И ты здесь говоришь, что услуги, которые я предлагаю, лично ты как профессионал, и я так знаю, что у тебя есть своя студия, это макияж любой сложности. Коррекция, окрашивание бровей, обучение, перманент и так далее. Все, конечно, больше, наверное, к женщинам относится. Но мне очень понравилось, когда я сказала, грим на Хэллоуин. Так много обращаются? Да, грим на Хэллоуин очень обожаю. Мне кажется, это моя любимая тема. Наверное, это даже интереснее делать, чем обычный макияж, потому что здесь уже неограниченная фантазия. Можно дать полностью... А кто приходит? И дети, наверное, тоже, и родители? Ну какой возраст? В основном нет, в основном это взрослые люди. В основном это взрослые, да? Это вечеринки, тематические вечеринки, на которые я собираю, вот. И это получается... Я делаю абсолютно такой же стойкий грим. То есть он получается стойкими продуктами, не гримом, а вот именно продуктами для макияжа. Интересно, интересно. Максимум креатива. На телевидении грим – это технологическое требование. Его делают все, и мужчины, и женщины, и дети. Главная задача грима – это противостоять действию агрессивного яркого света и разрешающей и увеличивающей способности камер в студии. Вот, наверное, это самый главный такой момент, да, когда, Ксюша, человек приходит на программу, чаще всего впервые, и очень яркий свет. Раз, и ты с этим сталкиваешься. И когда они себя в камере не узнают, он их увеличивает. Как ты с ними работаешь по этому поводу? Они же, наверное, в карте спрашивают. Ну, тут нужно быстренько сориентироваться, сделать все по стандарту, но при этом посмотреть на индивидуальные какие-то черты, особенности человека. То есть если требуется где-то слегка подменьшить объем, мы это немножечко делаем. Получается, да, все-таки? То есть это такая легкая коррекция. Я не люблю рубить черты лица, делать с человека другого человека. Но это можно. Можно, но не нужно. Не нужно. Так, так, так. Чтобы это было неузнаваемо. Мягкая коррекция позволяет немножечко скорректировать для кадра, для того, чтобы человек смотрелся, так, не знаю, более выигрышно, наверное. Выигрышно, комфортно объективно. Скажи, пожалуйста, а вот были ли два момента, когда человеку даже после макияжа, после подготовки к коррекции он все равно себе не нравился? В зеркале и уж тем более на камере. Были такие моменты, случаи? Так, нужно подумать. Или все-таки в большей степени положительных? На самом деле, вот 99,9 положительных, я не помню, если честно. Вот на моей памяти нет, но наверняка что-то, может быть, было. Но в целом всегда все довольны. И наоборот, даже еще больше хотят узнать какие-то секреты, как я это сделала, почему так быстро и так легко. А, вот так, да? То есть это любопытно. Да, и поэтому после этого я решила преподавать. И преподавать для человека, чтобы он... Потому что у тебя есть обучение, то, что я тебя перечислил. И что такое? Это какой-то отдельный локальный курс или это массово? Как это ты проводишь? Нет, никаких массовых мероприятий. Нет, на самом деле это может быть в будущем. Но сейчас я преподаю индивидуально, чтобы комфортно, доходчиво, простым языком человеку объяснить и рассказать. Одному, не группе? Нет, обычно я собирала группы, но это не очень удобно. Меньше внимания на одного человека. Так, чтобы разобрать конкретные пожелания человека, девушки, обычно девушке. Ну, конечно. Хочется, да. И разобрать все ошибки макияжа, которые они совершают. А их очень много, они очень простые. Показать, как правильно, и сделать это просто, легко. И, собственно, нужно подобрать продукты для макияжа. И сколько времени ты вот уже ведешь эти курсы? Сколько обучил или обучаются? Только начала или уже давно? Нет, уже давно. Давно, да? Так. Да, я, наверное, просто об этом очень мало говорю. Вообще не говоришь? Да. Только одна строчка, и то случайно увидел. Может быть, вообще не говорю. Так скажем. Моя ошибка такая большая. Так, ну, наверное, года 4-5 я занимаюсь индивидуальным обучением. Сколько по времени он занимает? Смотри, я разбиваю на уроки занятия. Один урок длится примерно часа два. Очно? Онлайн, наверное, это вообще не тема. Зачем? Нужно же посмотреть, как человек держит кисть. Очень часто даже бывает ошибка в держании кисти. Начинают заметать свое лицо и не понимают, почему плохо ложится тон. Это нужно обязательно проконтролировать. То есть при обучении я обязательно под моим присмотром. Человек сам делает макияж. Здорово. А вот те, кто прошли у тебя обучение, наверняка они практикой применяли эти полученные знания. И, наверное, тебе могли писать отзывы. Ксюша, спасибо тебе большому. Здесь ты как бы отслеживаешь своих, ну, давай-то скажешь, а-ля учеников. Да, есть такое. Это приятно, наверное? Есть, и даже более того, мне мои ученицы присылают отчет в виде видео, показывая, смотри, я сделала макияж, а вот смотри, правильно, там, контуринг румяна. И я могу где-то вот прям заскринить и показать, где вот хорошо, вот тут вот прям вот немножечко... Вот так даже, да? Да, 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 есть ошибки, то есть есть даже видеоотчеты, вот, делятся потом обязательно, да, своим опытом. Видите, уважаемые зрители, насколько вот она красивая, творческая эта сфера и насколько она закрыта. Люди, которые этим занимаются профессионально. Еще раз хочу сказать, мы их как бы не видим, но без них не было бы той красоты, которую мы видим каждый день по телевидению и каждый день в театрах. Кстати, по поводу театров. Был ли опыт гримировать актеров именно в театре? Был опыт гримирования балета, артистов балета, да. У меня была одна моя такая хорошая знакомая, она как раз-таки выступала, и я, да, помогала ее гримировать. Разница большая, да, между телевидением и работой в театре? Гримёрки другие, другая атмосфера, что там? Нет, я сильно большую разницу не вижу. Да, есть в технике, да, определенные различия, вот, но в принципе все то же самое, такие же гримёрки, такие же люди. Согласно реестру профессиональных стандартов Министерства труда Российской Федерации, профессия визажист маркируется как специалист по предоставлению визажных услуг. И трактуется так, вот послушайте такое наше законодательное определение, которое говорит нам государство. Предоставление услуг по оформлению бровей и ресниц слалонному и специфическому визажу в целях корректирующего, моделирующего и художественного эффекта лица клиента, в том числе с использованием различных рисунков и различных художественных техник. Ты знала, что у нас в Министерстве труда вашу профессию вот так расшифровывают? Что ж, я думаю, что я могла с ними сотрудничать, но, наверное, так подробно нет. Келвин Клайн, американский дизайнер одежды, говорит, самое главное в макияже выглядит совершенно естественно, но для этого нужно очень много косметики. Как ты понимаешь эту цитату? Очень интересная цитата. На самом деле, ножи очень любят эффект без макияжа, но мужчины, дорогие мужчины, вы должны знать, когда мы без макияжа, он на нас есть. Это значит хороший макияж. Вот такой секрет. Хорошо. Бэби Браун, американский РБ-исполнитель, автор песен, рэпер, танцор и актер. Что он говорит? Ваш персональный стиль или макияж является отражением вашего вкуса и нравится вам это или нет, люди будут судить о вас именно по ним. Это правда? Макияж и стиль одно целое. Ну, это, наверное, первое впечатление. Так. Ну, достаточно важное. Да. Первое впечатление, да. А дальше, естественно, мы знаем, что вместе с образом, когда человек раскрывается, уже другое. Можешь прийти к какому-нибудь высказыванию сама, чтобы я мог прочитать и внизу сказать, это Ксения Рябухина, это же стилист. Вот. Давайте подумать. Пока ты думаешь, Янина Ипохорская, польская художница, журналистка, она говорит, чтобы выглядеть как богиня, нужно 20 минут, но чтобы выглядеть, естественно, нужно 3 часа. Потрясающее рассказывание. Вот можешь его раскрыть? Что? Мне непонятно. Ну, 3 часа, если вы будете делать самостоятельно, а вот 20 минут, если обратитесь. Если профессионал, правда? Да, если обратитесь ко мне. То есть, она вот это имела в виду, получается? Можно, я могу воспринять это так. Кто-то может воспринимать по-другому, да. Скажи, пожалуйста, а что главное для тебя в людях? Твоя профессия подразумевает огромное количество общения с разными людьми на 2, 5, 10 минут, местами на несколько дней, может быть, еще больше, правильно? Может быть, ты с ними больше уже никогда не встретишься. Я годами с некоторыми людьми работаю. Может быть, даже годами, но тем не менее. По 6-7 лет. Ну, не со всеми же подряд. Ну, не со всеми, но с некоторыми уже у меня есть примеры, где я девочку сначала собирала на выпускной, потом я ее собирала на свадьбу, потом я ее собирала на роды. Надеюсь, следующее мероприятие будет еще какое-то интересное. Что главное в этих людях, что ты ценишь в них? Я ценю, ну, если это конкретно мои клиенты, я очень ценю, когда мне доверяют. Доверие прежде всего, потому что, когда человек не доверяет, мне сложнее работать. И это дольше, это будто бы нужно как-то найти контакт. Не 20 минут, а 3 часа, да? Ну, да, к сожалению. То есть, когда человек доверяет, когда он расположен, это очень хорошо. Прежде всего, работает и для него. Назови 5 вопросов, которые тебя чаще всего задают, пока ты гримируешь. Как сделать такой же тон, как у вас? Так, раз, дальше. А что сделать, чтобы долго держался макияж? Так. А как можно сделать такие же брови? Так. А вы принимаете? Ну, еще. Так. А какая тушь лучше? Так. И что сделать так, чтобы вот щечки были вот такие? О, это такие классические вопросы, которые тебе чаще всего задают. Ну, одни из, да. По твоему мнению, какими качествами должен обладать визажист-стилист? Визажист-стилист, ну, помимо всех техник и знаний, я уже скажу, что визажист-стилист должен обладать неким таким вот спокойствием, совместно с тем, чтобы можно было бы быстренько делать, ориентироваться. Чтобы можно было на вопрос, какие сегодня пожелания, и человек, у меня очень часто говорят, я не знаю, что я хочу, сориентироваться и понять, чего он хочет. Вот так вот нужно уметь, и нужно как-то это, может быть, с опытом. Это с опытом, скорее всего, приходит, конечно. Какие бы профессиональные рекомендации ты можешь дать тем, кто только начинает работать в этой сфере, в этой профессии? Дорогие начинающие стилисты, визажисты. Обучение, которое вы проходите, это все прекрасно, но нужно делать, делать, делать и еще раз делать. То есть очень часто... Практика. Очень часто что-то не получается, какие-то вопросы, а почему тон ложится вот так, а не так. Просто нужно пробовать, делать, находить свои продукты, не бояться тестировать, не бояться пробовать, в том числе тестировать на себе, понимать, как любой из продуктов лежит, как он будет вести себя в течение дня, что немаловажно. Можно сделать просто макияж, он будет красивым вот в первую минуту, а вот в течение дня что-то где-то поплывет, может окисляться тональное средство, и кожа может вестись по-другому, да. Это нужно все пробовать, не бояться делать. У каждой профессии, любой, и той, в которой ты обладаешь, и моей, и любой другой, всегда есть плюсы и минусы, это как две стороны медали. Я сейчас тебе буду говорить о плюсах, ты их подтверждаешь, либо опровергаешь, и по возможности расширяешь. Итак, плюсы профессии визажиста-стилиста. Это творческая профессия? Да, абсолютно. Почему? Творческая, потому что здесь нет никаких границ, ты можешь, вот как я писала, от нюда до хэллоуина, до вообще каких-то нюдов. Огромное поле действий? Да, конечно. Хорошо. Возможность зарабатывать на любимом деле? Ну, естественно, да. Это плюс, правильно же? Огромный. Хорошо. Общение с интересными личностями? Да, очень много общения. Очень много ты общаешься, очень много узнаешь, и бывает, помимо того, когда это просто твой клиент, он становится, может быть, даже твоим коллегой, или каким-то, да, еще дальше интересным человеком. Перечисляем плюсы. Свободный график? Естественно, да. То есть это возможность распределять свое время. Мотивация отлично выглядеть? Да, потому что… Это же тоже хорошо выглядеть, в первую очередь. На самом деле очень важно, потому что клиенты, люди, которые нам доверяют, они в первую очередь смотрят на нас. И то, как мы выглядим, так они и… Воспринимают верно, да? Воспринимают, да, конечно. Хорошо. Минусы. Это финансовые вложения? Я не скажу, что это минусы. Это как в образовании, везде нужно вложиться. Но тем не менее. Ну, я бы не назвала это минусом, да, вложиться всегда нужно. На расходные материалы. Это тебе и вернется. То есть, если ты купишь хороший тон и нанесешь его, то клиент вернется к тебе потом, потому что он будет хорошо лежать. Он будет работать… Ты же используешь разные бренды. Да, конечно. Кисточек, косметики, они же могут быть очень дорогие. Прямо действительно дорогие. Может быть… Это могут быть люксы. Да. Я работаю с брендами люкс, но я также подбираю и для себя, и для клиентов аналоги масс-маркет. Почему? Потому что есть… Вот у меня клиентки, которые говорят, слушай, так круто, конечно, вот ты делаешь макияж, но я, наверное, так не смогу. Ну, как бы я не могу себе позволить там тон дорогой, да, дорогие тени. И я отвечаю, что можно макияж хороший сделать и подобрав, в принципе… Менее дорогую, да? Менее, да. Абсолютно на любой кошелек, любой бюджет. Хорошо. Продолжаем по минусам. Ну, как таковым. Постоянное обучение. Ну, как бы это не может быть минусом. Это же плюс. Как? Ну, то есть… Это только плюсы, различные повышения квалификации, мастер-классы. Ты должна быть в курсе изменений, смотреть обзоры, повышать квалификацию, проходить мастер-классы. Это как-то происходит само собой, да. Я бы не сказала, что прям как-то специально, но вот все приходит. Ну, вот опровергай, опровергай, хорошо. Ненормированный график. Это исключительно плюс. Исключительно все-таки плюс, да? Ну, подожди, вот ты сталкиваешься же с такими же, как ты, имеется в виду, по профессии. Вот все, что мы говорим, они, вот твое мнение, они бы так же бы сейчас отвечали? Не знаю. А не знаешь, да, все-таки? То есть, может быть, для кого-то твои плюсы, для них минусы. Для кого-то, возможно, для них минусы. Хорошо, нагрузки на организм. Так, ну, смотря какая нагрузка. Ну, как, ну, ты с собой носишь кейс, он составляет от пяти и более килограммов, ты стоишь. Более. Мы, конечно же, с собой всегда очень много косметики носим, не только косметики, других каких-то средств. Здесь спинка… Расческие плойки и так далее, да. Да, спинка слегка так, мягко говоря, устает. Пояснится, да, вот. Здесь, да, немножко организм страдает. Ну, без этого, пока ничего не поделаешь. Хорошо. Проблемные клиенты. Опять-таки. Да. Ну, что значит проблемный клиент? Если он немного капризный. Грубый, обращается как-то к обслуживающим персоналам. Естественно, у меня такого не было, но если вдруг клиент вне настроения, подстраиваемся. Где-то, может быть, его не трогаем, где-то по делу. Да, где-то по делу просто спросили, сделали. Все. Лишний раз меня нервирует. Конкуренция. Конкуренция? Да. Ну, конечно же, на рынке… Высокая. …всегда она будет, но ты знаешь, я думала, что вокруг так много крутых визажистов, но когда я стала больше изучать этот вопрос, смотреть работы, я стала понимать, что… Это неправда. Ну, есть конкуренция, но она очень… Не знаю. Ну, для тебя это… У меня есть свои фишки, у меня есть что-то свое, и почему ко мне возвращаются. Вот. Так, нестабильный доход. Это правда один из минусов этой профессии? Тоже не назову минусом, но как бы он нестабильный, но не в минус себе. Да, он может скакать. Там динамика зарплаты, может быть, конечно, очень скачет, но… В принципе, это не минус. Сколько в среднем может зарабатывать в Москве визажист-стилист? В месяц. Ну, конечно, но я не знаю, как его. Ну, в месяц, конечно. От? От и до. Ну, наверное, самый какой-нибудь минимум от… 50 до 300, 400. Вот так, да, то есть это возможно. Да. Уважаемые зрители, ну, вот мы сейчас разобрали плюсы и минусы, так называемые, ну, в кавычках где-то минусы, где-то нет, профессии. Конечно же, мы подняли вопрос про обучение. Я хотел этот вопрос поднять. Ведь получить образование можно все-таки и в колледже, и они действительно в среднеспециальных образовательных учреждениях называются стилистика и искусство визажа. А также в школах визажа, на специальных курсах и мастер-классах. Вот смотри, Ксюш, обучение в колледже длится от 34 до 46 месяцев. Вот прям серьезно. Поступить на бюджет или платное отделение можно после 9 и 11 классов. После сегодняшней нашей программы наши уважаемые зрители, их дети, родители, может быть, заинтересуются, да, поступают на конкурсной основе. Конечно же, есть те популярные курсы, по которым проходит. Я посмотрел там от 3 тысяч до 70 тысяч. Почему такие курсы? Это какой-то очень-очень крутой визажист или что? Почему такие цены? Цены даже больше. Даже больше есть, да? Смотри, тут зависит от имени, наверное, больше. Очень часто курсы покупают просто потому, что это уже как бренд, это уже какая-то известная фамилия, это уже какой-то крутой блогер. Но на самом деле, на самом деле, чтобы технически научиться делать макияж, грим, не обязательно покупать что-то супер, какие-то дорогие курсы. Цена не значит, что прям у вас будет. Качество, да? Цена не значит, что качество. Конечно, чаще всего это очень хорошо распяленный бренд, какой-то известный бьюти-блогер, да, их сейчас очень много. Бьюти-блогер. Да-да-да, которые как раз-таки это имя и продают. Понятно. Хочу привести одно высказывание одного преподавателя Московской школы визажистов МОСМАИКО. В профессии визажист мне нравится дарить радость, это говорит мужчина, кстати. Чаще всего это достаточно благодарная сфера. Очень приятно видеть, когда женщина нравится сама себе. Глаза сияют, прибавляется уверенность. И он говорит, что главное в этой профессии это умение, навыки и в том числе умение слушать. Согласишься? Да, почему бы не согласиться, потому что, ну, на самом деле, наша уверенность и настроение это все в голове. Но как только на нас там красивая одежда, красивый макияж, то, соответственно, рождается хорошее настроение. Поэтому, да, макияж. Которое передается и твоему клиенту в том числе, правильно же? Обязательно, конечно. То есть зажгешься ты, зажгутся и другие? Ну, можно сказать так, да. Конечно же, помимо макияжа мы дарим настроение. Обязательно. Настрой человека. То есть, если это как... Чаще всего это может быть какое-то очень важное мероприятие. Официально какое-то, деловое. Естественно. Может быть деловое. Может быть съемка в программе у Алферова. Может быть свадьба. Еще какая-то очень важная вечеринка. У Алферова тоже. Встреча. Как у Децела. Да. Естественно, нужно помимо макияжа задать определенный настрой. То есть, и тут важно включиться. Вот тут уже нужно немножечко там, да, все свои проблемы оставлять. И уже включать человека, чтобы он помимо макияжа уже выходил. Вот таким. Уважаемые зрители, Ксения Рябухина в том числе является визажистом, стилистом нашей программы с Эдселферовым в университете Синергия. Для нас это тоже большая честь, потому что она работает не только с телеведущим, но и с тем огромным количеством гостей, которые к нам приходят. Ну, в большей степени 99,9% это женщины, очень требовательные. Ксюша с ними довольно легко справляется. Спасибо тебе большое за эту работу. Подходя уже к концу нашей программы, будем переходить на традиции. Конечно же, о перспективах на будущее. Визажистам всегда следует держать руку на пульсе. Я думаю, ты с этим согласна. Так как индустрия красоты постоянно развивается, меняется, диджитализация добралась и до этой сферы. Я не знал, например, что существуют приложения на телефон, которые по фотографии определяют состояние кожи и даже могут порекомендовать подходящую косметику. Однако пока эти предложения, вот эти роботы, ну, как бы пока профессия... Ты с этим сталкивалась, слышала про это? Про приложения нет. Я прекрасно с этим работаю и также могу подбирать косметику как по уходу, так и декоративно. То есть ты сама, тебе есть приложение? Я сама себе приложение, но это и часть моей профессии. Я также, когда работаю с своими клиентами, да, мы проходим обучение, я также подбираю для них косметику по уходу и декоративную косметику. Опираясь на, естественно, тип кожи, мы разбираемся, да. Вопрос не из традиции. А кем ты видишь себя, допустим, через 5 лет, 10, так не загадывая, далеко? В этой же профессии, Ксюш, у меня есть какие-то мечты. Через 5-10 лет? Да. Ну, 10 лет, хотя бы 5, да. 5? Я думаю, что эта профессия со мной будет идти дальше, но я думаю, что я буду развиваться немножечко и в другой сфере. Тоже творческой, но немножечко еще и в другой. Я посмотрел несколько твоих постов. Там не так много описаний. Я вот все-таки чуть-чуть, уважаемые зрители, парочку тебе задам. Постарайся коротко их прокомментировать. Я вот персонаж комедийный и всегда всех веселю, но без драмы никуда. Это твое выражение, твоя цитата прикольная. Это абсолютно правда. Это да, это я. Стендап. Тебе нравится эта сфера, ты хочешь работать в ней в том числе. Хорошо, я понял. Ты к гадалке ходил? Да. Пост от 18 октября 2021 года. Тот, кто не понял твое умолчание, вряд ли поймет твои слова. Что это? Это очень глубоко. Это драма? Это драма. Итак, играем. Одно из двух, выбирай что-то одно. Итак, перфекционизм или легкий беспорядок? Легкий беспорядок. Акцент на губы или на глаза? Глаза. Говорить по телефону или переписываться? Телефон. Хорошо, вызывающий макияж или естественный румянец? Румянец. Хорошо, секс или чувство? О боже! Чувственный секс. Сладкие духи или резкие? Сладкие. Сейчас отвечаешь на вопрос, возможно, раскрываешь, пожалуйста, для зрителей. Что бы ты в себе изменила? Внешне ничего, может быть, поработала бы с собой, внутри себя. Что дает тебе энергию двигаться дальше, когда твои силы на исходе и чувство усталости начинают брать вверх? Энергия что дает? Да. Смена обстановки. Смена обстановки, хорошо. Какое изобретение, по твоему мнению, было самым важным для человечества? Беде. Беде. Чем бы ты занималась в последний день своей жизни? Созерцала прекрасную бутылочкой вина. Что бы ты могла сделать ради любимого человека? Переехать жить на Бали. Быть Ксенией Рябухиной для меня это? Быть творческой и безбашенной. Это вот был у нас такой гость, визажист. Господи! Ксения, значит, наша традиция одна. Мы хотим тебя наградить грамотой на память. Итак, за очень творческое, активное и красивое участие в программе «Совет» награждается визажист-стилист Ксения Рябухина. Это тебе на память. Благодарю. Спасибо тебе большое. Ты знаешь прекрасно традиции нашего университета. Он никого не оставляет без подарков. И спасибо, что ты оказалась сегодня в качестве гостя. Хотя мы до этого успели с тобой и накраситься, и следующие гости ждут. И после этого ты переходишь уже на работу, да? Естественно. Естественно. Мы хотим тебе от нас передать еще и вот такой тоже пакетик на память тебе. Благодарю. Последняя традиция «Совет от гостя» на программе «Совет» для наших уважаемых зрителей. Не унывай, действуй. Итак, и традиционно уже завершаем программу цитандовым выражением или умозаключением. Итак, макияж – это довольно двоякое изобретение человечества. С одной стороны, он помогает замаскировать девушкам некоторые недостатки и чуть ярче подчеркнуть более выразительные черты. С другой же стороны, когда с макияжем приходится расстаться, многие испытывают разочарование в своей собственной внешности и не хотят видеть такими себя, как раньше. Так что каждый сам решает, стоит ли ему или ей использовать макияж и как часто это лучше делать. Подумайте об этом и до новых встреч. До свидания.